Перетягивание каната – заключительный этап спартакиады городов Иркутской области. Каждой команде нужно победить в двух раундах. Проигравший выбывает. В финальном туре сошлись спортсмены из Уссолья-Сибирского и Свирска. Эмоции на пределе. Краткий инструктаж. Команда приготовится свисток. По итогам раунда сильнее всех стали спортсмены Свирска. Всего в спартакиаде городов Иркутской области участвовали команды из Саянска, Зимы, Ангарска, Уссолья-Сибирского, Шелихова и Байкальска. Свирск выступил не только в качестве участника. Совместно с Министерством спорта Иркутской области город стал организатором соревнований. У нас очень хорошие, приехали в этом году коллективы, очень сильные спортсмены. Вот на заградение город Уссоль, на заградение город Саянск, город Байкальск. До всех можно всех перечислять, зиму и так далее. Я думаю, что чем больше будут встречаться города на таких спортивных площадках, выиграет вся Иркутская область. Всего за звание лучших боролись более 200 спортсменов. С 23 августа в течение трех дней они состязались в мини-футболе, легкой атлетике, теннисе и других видах спорта. В последний раз подобную спартакиаду проводили более 10 лет назад. Сейчас соревнования возобновили. Их главная цель – приобщить население области к регулярным занятиям физической культурой, особенно молодежь. В общекомандном зачете третье место заняла команда Саянска. Серебро у города-организатора Свирска. Первое место по итогам всех этапов спартакиады завоевали спортсмены из Уссолья-Сибирского. Они стали лучшими в области. Очень все понравилось. Собственно, кубок мы забираем в Уссолье. Очень этому рады. Боролись. Ну и, собственно, ура! Ура! Спартакиаду городов Иркутской области планируют проводить ежегодно. Организаторы уверены, в будущем в ней примут участие еще больше команд. Расширят и список видов спорта, чтобы подобные соревнования стали по-настоящему массовыми. Захар Семенов, Артур Рощупкин. Новости сейчас.